Смотрите, сегодня мы поговорим про безопасность сайтов. Я планировал, по крайней мере, сказать о том, зачем заниматься безопасностью сайтов, в чем смысл, как это делать правильно, поговорим немножко про взлом, то есть как хакеры взламывают и зачем они это делают. И на самом деле, поскольку это очень дружественная и маленькая камерная атмосфера, то я предлагаю его немножко построить не в форме лекции какой-то скучной, а в форме диалога. То есть вы можете перебивать меня посередине рассказа и спрашивать какие-нибудь вопросы, которые вам интересны, чтобы не было такого, что я просто сухую теорию предлагаю. А вы можете поинтересоваться какие-то отдельные моменты, может быть, практические какие-то вещи, которые я не озвучу, и, соответственно, вопросы задавать прямо по ходу выступления. Давайте познакомимся, потому что интересно было бы понять вообще, что вам интересно, какую компанию или какую организацию или какой проект вы представляете, чтобы понять, для кого, собственно, рассказывать. Потому что можно про безопасность рассказывать на различных уровнях, можно более техническую вещь взять, можно, скажем, организационную какую-то для менеджеров, для руководителей. И после знакомства будет понятно, в каком ключе, собственно, вести вам диалог, и я сконцентрируюсь именно на каких-то более практических аспектах, которые вам интересны. Давайте я начну с себя. Меня зовут Григорий Земсков, я директор компании Reelizium. 7 лет мы специализируемся на комплексной безопасности сайтов. То есть наша задача принять в работу сайт, который заражен вирусами, который поврежден хакерами. Мы можем проводить диагностики сайта, разрабатываем различные инструменты для диагностики, в том числе у нас есть 2 бесплатных решения, которые выложены в сеть, можно ими пользоваться. Суммарно мы вылечили за 7 лет больше 10 тысяч проектов, то есть 10 тысяч вирусов. У нас много всяких хостинг-партнеров, наши решения интегрированы прямо в хостинг-панели. И есть 4 продукта безопасности, которые мы предлагаем клиентам. Собственно, наша задача это принять какой-то зараженный сайт, мы его вылечиваем, мы оформляем некий отчет, который показывает, что мы сделали, и дальше объясняем людям, как впоследствии безопасно работать с этим сайтом. Потому что одной из основных вещей, которые нужно знать всем, кто обслуживает сайт, это техники безопасности. Собственно, процентов 12 взламывают именно по вине сотрудников, подрядчиков. Проблемы изникают в результате каких-то некорректных действий или, наоборот, бездействий. Поэтому мы с этим тоже знакомы. Сегодня вообще интересное такое мероприятие. Я на самом деле ни разу не выступал перед аудиторией, которая не заинтересована в коммерческой составляющей. То есть у нас обычно все конференции проходят перед владельцами коммерческих сайтов или перед веб-мастерами или специалистами, которые обслуживают сайты. То есть все заинтересованы именно в том, чтобы сайты стабильно работали 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, потому что они приносят деньги. Если что-то идет не так, то, соответственно, какие-то велика финансовые потери. В данном случае задача немножко сложная, потому что мне нужно как-то вас мотивировать на то, чтобы заниматься безопасностью своего сайта. И нужно пояснить, чем нужно вернуться зону заражения в некоммерческую сайту. Ну, попробую в течение презентации рассказать об этом. А давайте сейчас быстренько каждый расскажет, какую компанию или какой проект представляет, и, собственно, что интересно было бы услышать. Тогда начнем с самого первого слова и основного полагающего момента. Это нужно вообще понять, сколько заниматься безопасностью. Отвечая на эти вопросы, для себя, в первую очередь, можно сформулировать некий план действий, сформировать какую-то памятку небольшую для себя и понять вообще, с чего начинать. Вот давайте построим эту часть в форме вопрос-ответ. Я буду вам задавать некий вопрос. Вы поднимайте руку, если да, и не поднимайте, если нет. И посмотрим вообще, насколько интересно, насколько заинтересованы вы в безопасности, и надо ли вам конкретно в данном случае заниматься защитой сайта. Первый вопрос самый простой. Нужен ли мне сайт или для каких целей? Вот у вас, у кого есть сайт вообще? То есть кто хоть один сайт сделал, или поддерживает чьи-то сайты, или хотя бы интересуется тем, как его сделать? Да. Значит, сайт вообще для чего-то нужен. То есть у него цель какая-то. Или он служит инструментом для зарабатывания денег, то есть инструментом бизнеса, или это может быть какой-то информационный партнер, который что-то рассказывает, информирует посетителей, или это может быть сайт, посвященный некой промо-акции. То есть у него есть какая-то цель, конечно. И, соответственно, вот эта цель, она может работать 24 часа в сутки, а может, допустим, может быть ситуация некритичная какая-то, что если сайт перестает работать, то это не страшно для бизнеса, это не страшно для организации. И вот первый вопрос, это сколько дней простоя допустимо для вашего сайта, то есть для вашего проекта. Если это блог, понятное дело, это не смертельно, а если это сайт, допустим, организация. То есть сколько дней вы готовы потерпеть, или сколько дней не страшно, чтобы сайт проставил? В данном случае 1, 2, 3, там, как вы считаете? Можете просто с места называть какие-то цифры, то есть ноль, нисколько. У нас были подобные случаи, связанные с хостинг-провайзером, с датой сцентами, и наши сайты где-то 1, 2, просто было для наших посетителей, так как у нас люди самолюдист, работодатели, люди, которых мы оказываем идею, как же у нас, различную помощь. Отлично. У кого еще вообще критично для кого, чтобы сайт постоянно работал? То есть, для вас. Вообще говоря, это систи. Извините, ты же слышал, что, по самому деле, сейчас сайт не так важны, как социальные сети, которые за них будут заниматься работой. Бывает это так или нет? Социальные сети, они хороши как сателлиты для сайта. То есть, это информация, точнее, это источник трафика на ваш сайт. Но что-то кастомизированное, что-то персональное вы можете сделать по своему сайту. То есть, если вам нужно оформить некую сложную систему заказов, вы не сможете ее сделать с помощью социальных сетей. А с помощью сайта сможете. Но, поскольку много очень людей обитает в социальных сетях, то логично там искать своих клиентов, партнеров и их направлять на свой ресурс. Соответственно, они будут переходить дальше, чтобы там производить какие-то действия. Поэтому сайт, естественно, должен отвечать. Ну, и правильный такой ответ. Я считаю, что если вы сделали сайт, то логично, чтобы он работал 24 часа в сутки. То есть, без простоя. Следующий вопрос. Насколько важен трафик на этот сайт? То есть, есть сайты, которые просто висят для красоты. Это сайт, допустим, визитка, который представляет информацию о компании. И там написано, чем занимается компания, или там, чем занимается организация, или чему посвящен этот проект. И, в принципе, трафик не важен. А есть проекты, для которых этот трафик, который идет на сайт, очень критичный. Допустим, если рассматривать вариант какого-нибудь мероприятия, посвященному привлечению средств на лечение каких-нибудь тяжело больных людей. И вот есть период времени, в течение которого эти деньги нужны. Естественно, трафик, который каким-то образом привлекается на сайт, он критичен. Поэтому следующий вопрос, на который вы для себя должны были ответить, это насколько вам важно, чтобы, опять же, сайт не блокировался поисковыми системами, антивирусами, чем еще, браузерами. То есть вот это все, это влияет на масштаб, точнее, на то, насколько просядет трафик. Если брать практику, то, допустим, зараженный сайт, который распространяет вирусный код, и блокируется, скажем, системой Google Safe Browsing, Яндекс Safe Browsing, он блокируется в Гугле, в Яндексе, в Safari, ну, то есть практически во всех браузерах. И без того, чтобы перейти на сайт, посетитель видит большущий красный такой баннер, на котором написано, что сайт фишинговый или сайт распространяет вирусный код, и трафик проседает на 90%. То есть было 1000 посетителей в день, а станет где-то 100, условно. Вот. Следующий важный момент, это насколько важна репутация. Опять же, вот эта вот красная тряпка, которая встакивает, или какие-нибудь аномалии на сайте, допустим, это может быть какой-нибудь большой порно-баннер, который вылазит посередине экрана, на сайте детского сада. Ну, то есть это не здорово. Как минимум, могут возникнуть проблемы с прокуратурой. Или, если это проект, посвященный какой-нибудь благотворительной организации, или организации, скажем, которая борется, ну, точнее, помогает людям с какими-нибудь зависимостями, там может высветиться рекламный баннер вейперов каких-нибудь, ну, то есть там продажа алкоголя и сигарет, такое было. Поэтому, естественно, репутация, это тоже один из элементов, который обеспечивается безопасностью сайта. И не важно, коммерческий он или некоммерческий. Ну, и последний момент важный здесь, это насколько вы бы хотели экономить на техподдержке. А почему этот вопрос, опять же, возникает в ключе информационной безопасности? Потому что любые действия, направленные на борьбу с последствиями взлома и заражения сайта, они требуют какого-то ресурса, или времени, или денег, или времени и денег. Потому что, ну, или нужно привлекать сторонних специалистов, или оплачивать работу сотрудников. Поэтому, если заранее примитивно позаботиться о защите сайта, то затраты будут значительно ниже. То есть, лучше предотвращать, чем бороться с последствиями. Да, не очень тут видно хорошо, но я кратко расскажу. Вот есть такая диаграмма, я ее в свое время нарисовал для выступления перед аудиторией коммерческих сайтов, владельцев коммерческих сайтов. Здесь рассказывается о том, какие существуют проблемы, связанные с финансовыми потерями, если сайт взламывает. Есть три основных группы проблем. Первая группа – это разовые расходы. Вторая группа – это финансовые потери. И третья – это ущерб для репутации сайта. И вот эти все большие три группы, они, можно их подразделить, раздробить на более мелкие. В частности, допустим, технические проблемы, которые могут возникать при взломе заражения сайта. Что здесь может быть? Может повредиться функциональность сайта. То есть вместо того, чтобы открылся нормальный сайт, открывается белая страница. Вот это классический пример того, что случается с огромным сайтом. Вместо сайта может открыться некий такой страница с дефейсом. Кто знает, что такое дефейс? Дефейс – это когда повреждается обычно главная страница, и вместо нее показывается черный экран. Вот как в фильмах про хакеров показывают. На нем ярко-зеленым или ярко-кислотно-красными буквами написано какое-нибудь послание. Допустим, вас взломали. Там могут быть какие-то фотографии, или могут быть какие-то призывы к революции. Обычно валят сайты какие-нибудь турецкие хакеры, и там на турецком что-то написано. Еще может быть проблема, связанная с блокировкой доступа к сайту. Блокируется доступ в результате заражения или распространения предоносного кода, или создания нагрузки на хостинг. Про хостинг можно отдельно здесь рассказать. Сайт работает на хостинге, и на хостинге выделяются определенные ресурсы под сайт. Если сайт начинает потреблять больше ресурсов, то хостинг его просто блокирует. То есть он не объясняет почему. Ну, там может как-то пояснить, что спам-рассылка, допустим, с вашего сайта идет. Или может ограничить функциональность. Допустим, запретить отправку писем. В результате формы обратной связи перестают работать. То есть это частый момент, который возникает в результате взлома заражения сайта. Что еще? А после разблокировки эта проблема все равно может остаться? Ну, смотрите, смотря что заблокировано было. Если, допустим, заблокировали почтовый сервис, то да, после разблокировки все восстанавливается. То есть почта начинает ходить заново. Извините. Можно задать вопрос? Иногда бывает, что этот IP адресник идет с... Пусть такая почта подписана под админ, и иногда бывает идет черный список. Да, блоклисты. Поисковые... Крупные фаштовые системы. Майкроссот, Гугл... Их просто... Ты же сбал! И накидывает такие письма. Я понял, да. Может, скажем... Ну вот, по блоклистам. Если сайт рассылает спам, то проблем могут быть две. Это в том числе ответ на ваш вопрос. Заблокировать могут локально на хостинге, заблокировать могут по некой базе спамеров. То есть если сайт попадает в спам-базу, то с данного домена письмо, скорее всего, не дойдет до всех крупных провайдеров почты. То есть заблокируется на уровне шлюза SMTP, то есть пересылаться письмо не будет никому, оно будет просто уничтожаться. И проблема начинается уже на уровне бизнеса. То есть вы пишете кому-то письмо, ну там, допустим, с сайта отправляется письмо, но оно не доходит до адресата, и вы не узнаете о том, что оно не дошло. А поделать с этим ничего нельзя, потому что сайт заблокирован именно в спам-базах. Поэтому необходимо регулярно выполнять мониторинг, в том числе наличие сайта в спам-базах, и удалять его оттуда, если возникает такая проблема. А если на уровне хостинга, то это происходит достаточно быстро. Вы просто устраняете проблему, пишете хостеру, и он разблокирует вам функцию, или открывает сайт, или что-то делает. Бывает блокировка Роскомнадзора. Допустим, появилась на сайте страница, которая рекламирует наркотики какие-то. Сайт сразу же попадает в базу Роскомнадзора, и к нему ограничивается доступ в России. Это делается на уровне уже интернет-провайдеров. Соответственно, если сайт попал в эту базу, проседает трафик, падает репутация, страдает, и достаточно долго удалять его оттуда. Вот в этом проблема. Как вы все это отслеживаете? Как они подают пригляды санкотики? В Роскомнадзоре есть механизм, который обходит... Ну, там есть специальный бот, который сканирует сайты и смотрит по ключевым словам, по каким-то критериям, что данный контент является запрещенным на территории России. В августе или только два дня я делал рекламу Гидро? Да, но они тоже не всесильные, и у них ресурсы ограничены, поэтому найти на всех сайтах абсолютно сразу медоведа они не могут. То есть какие-то, допустим, добропорядоченные люди могут пожаловаться в Роскомнадзор, есть такая практика, кто-то может, ну, то есть сканвод может задетектить, плюс у них есть, ну, персонал, который тоже этим занимается. То есть если что-то где-то всплывает, то они вручную могут это блокировать. Что еще здесь из проблем может быть? Вот расходы, на самом деле, здесь касаются технических проблем. То есть привлекается какой-то сторонний специалист, потому что своими силами, скорее всего, со многими вещами справиться не получится, потому что это требует большой экспертизы. То есть, например, если сайт попал в базу какого-нибудь декориного антивируса, то исключить его из этой базы достаточно сложно самому, потому что нужно знать, где садмитить запрос для того, чтобы исключить сайт из этой базы. Вот. То есть и таких проблем может быть очень много. Или, допустим, если сайт рассылает спал и выполняется это неким скриптом, который загружен на сайт, найти этот скрипт не всегда удается. Ну, просто сходу. То есть специалисты знают, как это делать, у них есть необходимые инструменты. Для этого скаймеры, специализированные какие-то механизмы ручного анализа, они могут это сделать достаточно быстро. У нас просто очень много случаев было, когда, допустим, клиенты сначала пытались сами вылечить сайт, некоторые даже пытались целый месяц бороться с вирусным редиректом. То есть каждое утро человек подключался, ну, смотрел свой сайт, у него там возникал редирект, он знал, где этот редирект сидит, то есть в таком файлике, он удалял вход, у него этот редирект исчезал, и на следующий день ситуация повторялась, такой день сурка. Ему через месяц надоело, и он решил к специалисту все-таки обратиться, потому что он боролся с последствиями, а причина не была устранена, то есть та уязвимость, через которую сбор попадал на сайт. Вот. Поэтому, да, это вот требует каких-то определенных затрат. Есть другой момент, связанный с финансовыми потерями, или с некоторыми, ну, что ли, инцидентами, связанными с финансовыми какими-то потерями. В частности, например, был такой печальный несколько лет назад случай, когда на одном из сайтов, занимающемся сбором пожертвований на лечение тяжелобольных в Израиле, подменили платежные реквизиты. И все деньги, которые были направлены на лечение вот этих вот больных, они ушли хакерам. Люди приезжали на лечение в Израиль, и на счетах оказывался ноль. То есть люди, в общем, оказались в очень сложной ситуации, денег нет, и как бы непонятно, что делать дальше. Поэтому это к вопросу о безопасности сайтов некоммерческих организаций. То есть сама организация, она должна понимать, какую ответственность она несет вот за то, что она делает. Вот, поэтому один только этот пример может показать, насколько все может быть печально, если просто пустить все на самотек. Ну и то же самое касается ущерба для репутации. Если вы, допустим, создали сайт какой-нибудь привлекающий молодых предпринимателей или кого-то там на какое-то мероприятие, то желательно, чтобы этот сайт был, ну, чтобы он надежно функционировал, чтобы на нем не было никаких вирусов. Потому что если человек перейдет и увидит какой-нибудь баннер непонятный или его перенесет на сайт платных подписок, он, скорее всего, ну, заподозрит что-то не то, и не будет ни регистрироваться на ивент, ни там, продолжать заходить на этот сайт. Ну, то есть вот такая, может быть, проблема. Поэтому как вывод из всего этого. То есть да, безопасностью сайтов нужно заниматься, и заниматься этим заранее. Теперь перейдем к более такой практической стороне. Вообще посмотрим на статистику проблем безопасности, вообще как обстоят дела с безопасностью не только в некоммерческих, но и в коммерческих проектах. На самом деле очень плохо обстоят дела. Число взломных сайтов растет с каждым годом. Чем это обусловлено? Тем, что инструменты для взлома, они лежат в открытом доступе. Любой школьник может погуглить и найти все эти вот тузы, там различные скрипты, какие-то технологии взлома. Есть готовые инструкции, есть готовые видео-презентации, которые показывают, как взломают сайты. И все это находится не как раньше, в каких-то закрытых форумах, в закрытых разделах. Это все находится в открытом доступе. Поэтому любой желающий, а желающих сейчас очень много, хочет вот этих легких денег, которые позволяют что-то паразитировать на чужих сайтах, заработать себе на школьных завтраках и так далее. Естественно, возраст был достаточно молодой у хакеров. То есть это, там, старшие обычные классы школы, институт, ну, там, после института, может быть. Вот. Поэтому число взломных сайтов, оно вот растет с каждым годом. И за 2016 год статистика на 32% выросла число взломных сайтов. В этом году не подводили еще итог, но я думаю, что там будет в раза в два побольше. Если посмотреть на статистику переходов на сайты, то все думают, что там 20% ботов, которые заходят на сайт, и 80% людей. На самом деле 50 на 50. То есть 50% это люди, а 50% это некие боты. Причем боты не всегда флесковые, там, или какие-то SEO-шные. Это могут быть плохие боты, которые сканируют сайт на любимости, сканируют сайт на наличие каких-то чувствительных файлов, ошибок конфигурации и так далее. То есть 30% из всех посетителей, условно, которые заходят на ваш сайт, это не посетители. И это опасные запросы, которые идут к сайту. Еще одна интересная цифра, то что 60 или даже больше процентов владельцев сайта не подозревают о том, что их сайт уже взломали. Если, допустим, у вас есть какой-нибудь проект, который вы давно не обновляли, ну, допустим, там, сайт на WordPress, на Joomla, на DLN, Drupal, Models, не важно на каком, если CMS не обновлялась в течение нескольких месяцев, то, вероятнее всего, его уже взломали. Потому что очень много за последние пару лет было вредоносных компаний, которые были направлены на эксплуатацию публично известных уязвимостей. Вот эти уязвимости, они всплывают моментально, всем становятся известны, естественно, хакерам в первую очередь, они публикуются, опять же, в открытых источниках. И вот мы постоянно замечаем такую тенденцию, как только публикуют, скажем, анонс новой CMS, там вышла новая версия WordPress, сразу же появляется на соответствующем сайте, который публикует эксплойты, готовый эксплойт. А эксплойт – это способ проведения атаки на этот сайт, чтобы его взломать, ну, если по-простому так объяснять. Тут же начинаются атаки, то есть их можно отследить по специальным системам, которые называются Anipod, подставные такие сайты, которые отслеживают, что вообще происходит в интернете. И мы видим, что в течение недели с момента публикации обновления происходит основная масса атак на сайт. То есть в этот момент все, кто не успел обновиться, они строгают. Вот именно в результате эксплуатации этой уязвимости, которую запатчили в новой версии. Поэтому рекомендуется сразу же, как только выходит обновление, сразу же себе его обновлять, ну, то есть накатывать. Или у вас должно быть установлено решение, которое превентивно защищает от, ну, подавляющего большинства атак, идущих на сайт. То есть есть какие-то классы уязвимостей, их можно определенным образом закрывать на уровне виртуального патчинга. То есть когда не в коде вы что-то меняете, а обновляете скрипты, а тогда на уровне защитного экрана в Application Firewall закрываются вот эти дырки. Вот, то есть два варианта. Или быстро обновляться, или ставить решение, которое будет блокировать различные веб-атаки. Ну и последний тут момент, это наше, скажем, эмпирическое правило. Так получается, что когда к нам приходит, скажем, веб-студия и просит просканировать сайты клиентов на наличие вредоводственного входа, оказывается, что примерно 2 или 4 процента всегда с проблемой безопасности или уже взломаны. Вот, там, это может быть сервер хвостинга, это может быть студия со 100 клиентами. Вот всегда мы сканируем, и как минимум 4-3 процента всегда уже с проблемой. То есть вот у нас так получается, не знаю почему, то есть видимо это какая-то статистика такая мировая. Причем она же подтверждается статистикой Гугла. У Гугла есть в открытом доступе опубликованные показатели взломных сайтов, и там тоже порядка 3-4-5 процентов всегда, оказывается, у всех хостинг-провайдеров заражены. Следующий важный момент, это какие вообще атаки бывают на сайт? Атаки и взломы, это одно и то же? Нет, это не одно и то же. Атака это попытка взлома. Взломы это уже фактически проникновение эксплуатации какой-то уязвимости, уже там загрузка какого-то вредоносного.